Дарова всем, ребята, Кент, и пока на проводе, и сегодня будет просто нереально важное видео, потому что, ребята, это не просто видео, это реально крик души, потому что я не могу уже про это молчать, хватит, и настало время всё сказать, я вас очень сильно прошу, поддержите меня вашим лайком, и, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, для меня это очень-очень важно, ну что же, поехали. После того, что я не планировал прямо сейчас снимать это видео, а это всё вышло, знаете, внезапно, вот реально крик души, я просто решил записать геймплей, что такое геймплей, это просто запись, как я играю на карте Зона 9, так вот, запустила карту Зона 9, и, как видите, я минуту прождал, после этого я ещё выходил, ещё 5 минут прождал, короче, психанул, выбрал карту Сакура, и в итоге запустился. Знаете, что было дальше? А дальше у меня в команде попался читер, да, ребята, это просто охренеть, то есть, раунд только начинался, читер просто прилетал, то есть, смотрите, если вы видите, радар, он просто какой-то улетел к ним на респу, и их всех мочил, и это просто жесть. Как? Я помимо того, что полчаса заходил в игру, а потом ещё и читер попался, и самое обидное, что я даже не могу его кикнуть, я пытался его кикать, но в режиме союзники ты не можешь никого кикать, это просто трындец. Вот его ID, вот его каунт, и, конечно, он получит бан, но просто, ребята, ну, уже нельзя про это молчать, это уже выше крыши. А знаете, что было дальше? А дальше я всё-таки запустился, и в этой катке уже читеров не было, но в этой катке пропал куда-то один противник, и знаете что? Игра обратно не началась, это просто трындец, чтобы просто поиграть в стендов 2, надо задницу порвать, ну, почему всё так сложно, у меня просто от этого горит уже. Игра завершена, один из игроков покинул игру. Я очень надеюсь, что вы понимаете, что я это видео снимаю не для того, чтобы обосрать стендов, я это видео снимаю только с одной целью, чтобы разработчики обратили внимание на нас, обычных смертных, и чтобы они хоть чуть-чуть прислушались к нашему мнению. Прямо сейчас, ребятки, я вам назову, наверное, топ-5 вещей, которые бесят абсолютно всех, и я очень сильно попрошу, пожалуйста, напишите в комментариях, согласны ли вы с моим мнением или нет. Привет! Первое, и о чём я хотел бы поговорить, наверное, самое главное, это читеры. Именно из-за читеров многие киберспортсмены, многие ютуберы просто перестают играть. Да что там говорить о ютуберах? Многие обычные игроки заходят и такие, да там много читеров не буду играть, да блин, мой даже младший брат, ну, не родной, говорит, да я не буду играть в стендов 2, потому что там одни читеры. Он даже ни разу в жизни не играл в стендов, но он уже знает, потому что есть пусть теоретим, что стендов 2 это токсичное комьюнити и кругом одни читеры. Я очень сильно прошу, пожалуйста, займитесь этим вопросом вплотную, избавьте этот мир от читеров, потому что читеры попадаются в каждой второй или третьей катке, это невыносимо, так невозможно играть. Я очень сильно надеюсь, что разработчики займутся этим вопросом вплотную, сделать какие-то прайм-аккаунты. Ну, например, если ты апнул 50 уровень и получил медаль ветерана, значит ты играешь тоже против таких же самых игроков, чтобы против тебя вообще никак не попались читеры. Это было бы очень-очень круто, потому что, ребята, наверное, это основная причина, почему стендов 2 гаснет. Тем не менее, ребята, есть еще одна не менее важная причина, из-за которой очень много людей просто-напросто уходит из стендова. Скучно. Да, именно скука, потому что... Почему? Потому что обновление выходит раз в полгода, ну просто представьте, ты вот поиграл сегодня, поиграл завтра, неделю, две. Да тебе просто нечего тут делать. Ладно, я понимаю, киберспортсмен, окей, да, базара 0, тебе тут будет интересно, но если ты обычный игрок, тебе просто стендов 2 будет надоедать одно и то же из-за дня в день. Пожалуйста, выполните ваши обещания, добавьте, например, те же самые кастомные карты, добавьте, не знаю, обмен, добавьте еще какое-то такое огромное разнообразие, добавьте, не знаю, свободную торговую площадку, чтобы люди могли добавлять свои скины и сами их делать. Блин, ребята, ну, выше крыши разных предложений, самое главное это от вас обратная связь. Я очень сильно хочу, чтобы стендов 2 шел только вверх, чтобы он только развивался, но если обновы уходят раз в полгода, ну, ребят, ну это же трендец, я понимаю, что обновы делать нелегко. Ну, давайте возьмем, к примеру, тот же PUBG Mobile. Они делают глобальные обновы, ну, как минимум раз в месяц. Brawl Stars, Clash Royale, они обновляют эти батл пассы тоже каждый месяц. Почему стендов 2 не может? Разве стендов 2 хуже? Я считаю, что стендов 2 это замечательная игра, и я очень сильно хочу, чтобы разработчики начали пускать обновления чаще. Следующая немаловажная причина, ребята, это обратная связь с ютуберами. Вы скажете, кем-то ПК, так ты и так получаешь промокоды. Так, ребята, на этом все. Я хотел бы какую-то более обширную обратную связь. Я хотел бы, чтобы разработчики, ну, хотя бы говорили даты обновления, хотя бы говорили, что они планируют добавить обновления. Ну, почему это секретная информация, или как? Почему, например, была такая ситуация на прошлом обновлении, одному ютуберу дали раньше, чем остальным? Все остальные ютуберы, конечно, взбунтовались и так далее. Я не понимаю, как это вообще все работает? Как мы с вами сотрудничаем? Мне до сих пор это непонятно. Я считаю, что все должны быть на равных условиях, и должны, например, давать там какой-то бета-тест всем. Вот это было бы классно, вот за это я бы лично респектнул разработчикам бета-тест всем дать. Чтобы разработчики, например, отвечали, чтобы это не было каким-то секретом. А что плохого в том, что ютуберы подогреют ажиотаж к обновлению, например. Да, это я говорю касаемо того, что если, например, послезавтра выйдет обновление, и я делаю стримы, пацаны и ждем обновления, все будут ждать, всем будет интересно, будет огромный ажиотаж, огромные онлайны. И это все благодаря ютуберам. Поэтому я очень сильно надеюсь, что разработчики учтут этот маленький пунктик. Следующий пункт, о котором я хотел бы поговорить, это, ребята, баги. Я не знаю, это правда или нет, но мне кое-кто говорил, что тестеры работают за голду. Это же просто трындец. Сейчас, пожалуйста, Аксельболт, наймите нормальных тестеров, почему каждое обновление. Это равно куче разных вылетов, куче разных багов, куче разных провалов, куче разных недочетов. То медалька была вообще перевернута, помните, позапрошлом обновлении. Это трындец, я не понимаю, как так можно поискать обновление. Я ни в коем случае вас не критикую. Хотя нет, я критикую, но критикую с хорошими намерениями. Я реально искренне хочу, чтобы вы начали как-то это фиксить, как-то это исправлять. Чтобы баги были исправлены, а не то, что там баги исправляются неделями. Вы помните, например, эту фичу, когда выскакивали сообщения сверху? Я этот режим не беспокоит, но не знаю, год ждал. Ну это разве нормально? Ну почему мы так долго должны ждать исправления каких-то багов и добавления каких-либо фич? Не знаю почему, но именно в Аксельболт все происходит так медленно. Это просто трындец. Следующий вопрос будет касаться именно художника. Я уже не первый раз замечаю то, что выпускают новые коллекции, новые голпассы и все скины. Насколько страшные, что люди говорят, да ну нахрен, я их никогда в жизни не возьму. Но есть скины красивые, есть скины некрасивые. Ну а, например, помните вот эту коллекцию, там где были чистые наклейки, которую разработчики выпустили перед обновлением 0.16.0. Помните эту коллекцию? Ну это же просто трындец. Там самые страшные наклейки в мире. Эти наклейки провинции, наклейки раст. Ну кто нахрен будет вообще эти наклейки наклеивать себе наружие? Ребята, вот, например, хэллоуинская коллекция, да, 2019 года, она была очень красива. За это художнику респект. Ну последние какие-то скины, ну честно говоря, мягко говоря, не очень. Коллекция Скорпион, она вообще страшная. Не знаю, коллекция Скорпион кто-то играет. Алло, гараж, вы тут живые есть люди? Отпишите в чате. Следующий пункт, о котором я хотел бы поговорить, это, ребята, кастомная карта. Не знаю, как вам, но мне уже эти 5 карт, которые есть, закладки бомбы, ну просто-напросто надоели. Считайте меня ЧСВ-шным, зазравшимся и так далее. Да, карта Скорпион вышла недавно, но тем не менее, ребята, ну 5 карт. Я играю, блин, 3 года стендов, ну уже эти 5 карт, мне вот тут сидят, уже надоело. Просто я очень сильно хочу, чтобы были кастомные карты, чтобы можно было добавлять любые карты. Любой игрок мог добавить свою карту, я мог бы скачать, пройти и так далее. Это было бы очень круто. Я знаю, это очень сложная работа, но если вы добавите кастомные карты, это будет очень большой прорыв в стендов 2. Следующий пункт, о котором я хотел бы поговорить, ребята, это киберспорт, потому что, к сожалению, разработчики его никак не поддерживают. Но если поддерживают, то, мягко говоря, слабо. Я считаю, что разработчики большие молодцы, потому что они создали великолепную игру. Но я считаю, что надо ее развивать, надо финансировать как-то турниры. Почему в том же PUBG Mobile постоянно куча разных пролив, куча разных турниров на 40 тысяч долларов, на 50 тысяч долларов, на 100 тысяч долларов? Я лично не комментировал этот турнир. Почему в стендовке? Единственный турнир, который есть на 300 тысяч долларов, и то там спонсоры, это не Axel Bolt. Я не понял, почему именно Axel Bolt не может спонсировать, ну, хотя бы какие-то мелкие турниры, там, на 1010-20 долларов? Я понимаю, что это, наверное, не совсем корректно, то, что это мелкие турниры на 10 тысяч долларов. Но я просто сравниваю с другими играми и сравниваю с CSGO. Я хочу, чтобы киберспортсвены, наоборот, тянулись с стендов 2, а не уходили из него. Ну что же, да, мои господа, в принципе, на этом все. Обязательно поставьте огромнейший лайк! Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока!